Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Оценивается эффективность именно прокурорского надзора как раз в указанной сфере? Если оценивать прокуратуру конкретно Ленинского района, то я считаю, что значительная работа проводится по реализации национальных проектов, поскольку в каждый национальный проект мы, так скажем, выходим самостоятельно, то есть в том числе и с привлечением контролирующих органов. Будь то построенная детская площадка, реализованная в нашем районе, прокурор в любом случае выходит. Мы визуально осматриваем, составляем окна, в том числе и это показывает в первую очередь на наше внимание, уделяемое государством, так скажем, и в том числе эффективность нашей работы, то, что мы когда видим и понимаем, что здесь действительно требуется вмешательство наше, где-то подрядчик недоработал, где-то мы должны и подрядчика своими мерами реагирования помочь ему, поскольку здесь прокурор именно является той составляющей, которая делает в соответствии с закрепленным муниципальным контрактом, который, так скажем, реализуется. То есть оцениваем действия и той стороны, и этой. Вы сказали, что вы самостоятельно выходите, а мне здесь хочется уточнить, выходите ли вы, если происходит нарушение, а о них вам сообщают жители, то есть работы не вовремя, допустим, произведены или качество несоответственное. Вот каким образом вы взаимодействуете и взаимодействуете ли вы с жителем, если мы говорим вот сейчас о благоустройстве тех или иных территорий? Безусловно, и от обращения от жителей также поступает прокуратура района. Но вместе с тем у нас аккумулируется информация по каждому национальному проекту. Сосуществует номенклатурное дело, по которому начинается с момента заключения контракта и проведения торгов и последующим подписанием акта о приемке работ. Это все у нас в прокуратуре аккумулируется, контролируется от начала и до конца. Если говорить о национальных проектах, продолжая эту тему, скажите, какие из них реализуются сейчас на территории Ленинского района города Самара? В настоящее время у нас реализуется национальный проект безопасной и качественной дороги, порядка 54 миллионов рублей. Дворовые территории обустраиваются. 12 дворовых территорий у нас, так скажем, сейчас строятся, точнее достроены. Срок исполнения обязательств уже наступил. Каждую, так скажем, дворовую территорию была проверена прокуратура района. Кроме того, в настоящее время реализуется национальный проект «Культура». Это переоснащение детской картины галереи. Также там поставка оборудования, компьютеров и соответствующих музыкальных инструментов. Да, совершенно верно. Также по национальному проекту в настоящее время приобретены автозапчасти для ГБУ «Самара-Лес». Кстати, здесь, когда проводили проверку, были выявлены нарушения в сфере закупочных процедур. Точнее, не закупочных процедур, а размещение информации о их завершении. Не суверенность размещения. В связи с чем было прокуратура района в адрес директора было внесено представление, которое в настоящее время было рассмотрено, удовлетворено. Должностное лицо, совершившее правонарушение, было привлечено к дисциплинарной ответственности. Примеры практики прокурорского реагирования на выявленные нарушения как раз законодательства в обозначенной сфере. Скажите, пожалуйста, а вот какие нарушения происходят чаще всего? Чаще всего у нас нарушаются сроки исполнения работ, либо недлежащие исполнения работ. Кроме того, наиболее приоритетных, я бы отметил, нарушение законодательства в сфере закупок. Да. Прокуратура района успешно справляется с устранением указанных недостатков. Да, они всегда есть, человеческий фактор, увы, не исключить. Но здесь, скорее всего, невнимательность или просто незнание тонкостей или какие-то другие причины. Почему все-таки происходят эти нарушения? Потому что, заведомо, наверное, они специально не делаются, ведь люди знают, что вслед за нарушением будет наказание, но неизбежно. Это, безусловно, так. Но присутствуют разные обстоятельства, которые дается оценка в ходе каждой проверки. Каждый индивидуальный случай нарушения требований федерального законодательства рассматривается в прокуратуре исключительно отдельно. Давайте все-таки вернемся к программе «Формирование комфортной городской среды». Расскажите, пожалуйста, как этот проект реализуется на территории Ленинского района и какие нарушения выявляются при его реализации? И вообще роль прокуратуры в данном вопросе? Я немножко, наверное, повторюсь о том, что наша роль, в первую очередь, это надзорное сопровождение производства работ в том числе. Если говорить про 2021 год, когда у нас было благоустроено на территории района 8 дворых территорий, то, да, безусловно, были выявлены нарушения соблюдения сроков подрядной организации. Но, так скажем, они исправились незамедлительно. Я бы сказал, что в двухнедельный срок, даже немного ранее обозначенного срока прокуратуры, были устранены подрядчиком нарушения. Также мы стимулировали и органы местного самоправления, в том числе объявляли предостережение о недопустимости нарушение требований и прав подрядчика. В принципе, как и органы местного самоправления, так и подрядная организация, так скажем, в унисон заключенному контракту, поскольку заказчиком является орган местного самоправления, мы и даем оценку и их действиям. Ну, общими усилиями было реализовано, дворы в Ленинском районе становятся краше и лучше. И не могу с вами не согласиться, но и задам вопрос, а привлекается ли к проверкам органов прокуратуры и контроля, и какие функции выполняют, вот как организовано это взаимодействие, хотелось бы узнать. Это прямо вытекает из статьи 22 закона о прокуратуре, поскольку в нашей деятельности мы не всегда являемся специалистами. Мы, соответственно, привлекаем тех или иных специалистов, будь то специалисты в сфере дорожного строительства. ЖКХ, благоустройство, экология, культуры. Совершенно верно. Также к нам привлекаются специалисты счетной палаты, именно квалифицированные кадры, которые могут дать оценку бухгалтерской составляющей и, так скажем, бумажной работе, которую мы можем ввиду своей расширенного кругозора не увидеть. Но специалисты, как правило, очень точно и, так скажем, дают нам квалифицированную, грамотную оценку, и в том числе, которая выражается в последующих принятых мерах прокурорского реагирования. Как в условиях нынешнего экономического давления, принятых в этой связи ограничений проведения контрольных мероприятий, как прокуратуры проверяются организации, которые непосредственно осуществляют работы по контрактам в сфере реализации национальных проектов, если мы сейчас об этом говорим? — Поскольку, да, действительно существуют сложности, прокуратура района проводится предварительно мониторинг соблюдения требований федерального законодательства и в случае выявления недостатков информация направляется в прокуратуру области, в исполнение приказа прокурор области для последующего согласования и принятия решений о согласовании проверки, либо несогласовании. — Так. — После чего, так скажем, мы вносим, после согласования решения о проведении проверки, мы, соответственно, приступаем к проверке с привлечением тех или иных контролирующих органов. — Что будет дальше, если нарушение выявлено, проверка проведена, какие последствия для организации нарушителей могут быть? — Вплоть до уголовной, если мы выявим нарушение, связанное с хищением денежных средств, либо попросту невыполнением работ, предусмотренных контрактом. Такие факты у нас имели место и в 2021 году, и в 2022 году. По материалам прокурорской проверки было подготовлено и направлено постановление в порядке части 2 статьи 2, 37 статьи УПК РФ, по которым было возбуждено уголовное дело. Это национальный проект, связанный с центром занятости. — Ну вот в государственном бюджете предусмотрены, конечно, немалые средства для реализации национальных проектов, но проводится ли прокуратурой оценка на предмет эффективности как раз расходования этих денежных средств? И имеют ли место коррупционные проявления в указанной сфере? Вы сказали утвердительно, но вот все-таки мы плавно перешли к теме борьбы с коррупцией. Как организован, наверное, надзор за исполнением законов в указанной сфере как раз в прокуратуре Ленинского района города Самара? — Я опять, немножко возвращаясь назад, говорю о том, что это один из наиболее приоритетных направлений на надзорную деятельность, поскольку национальные проекты противодействия коррупции неразрывно связаны с этим, поскольку каждому факту, опять же, каждой проверке, каждому заключенному муниципальному контракту дается оценка, в том числе через призму уголовной составляющей и коррупционной. То есть проверка проводится в отношении комплексно, так скажем, в том числе и на предмет аффилированности лиц заказчика и исполнителя. — Ну я попрошу вас, Денис Александрович, поподробнее рассказать об этом, и, может быть, можно услышать цифры по результатам надзорной деятельности вот как раз за истекший период. — В сфере реализации национальных проектов в настоящее время по 9 месяцам, точнее, было выявлено 46 нарушений, в том числе было предъявлено 5 тисковых заявлений в суд, возбуждено 2 дела об административном правонарушении, внесено 8 представлений. И, как я уже говорил, по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 155. — Ну и какие наиболее яркие нарушения выявлялись в указанной сфере, ну и все-таки какие меры принимались прокуратурой района? — Один из наиболее ярких примеров, так скажем, он единичный по области, это выявление нарушений юридическим лицом по распоряжению бюджетными инвестициями. И в условиях их предоставления было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотрено статью 15.15.4 Кодекса об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого было назначено наказание в виде предупреждения. Вместе с тем нарушения были устранены. — Ну а когда вы выявляете нарушения, вот в той или иной сфере, означает ли это, что нарушения есть и по другим статьям, если мы все-таки говорим о деятельности и о реализации любого национального проекта? То есть если было нарушение одно, то может быть рядом есть и другие? — Безусловно, это так. Там, где нарушение было при бюджетном финансировании, а также может быть последовать выявление и других нарушений, которым также дается оценка. В том числе, опять же, надзорное сопровождение. Но на всем пути, так скажем, реализации национальных проектов рассматривается через призму Кодекса об административных правонарушениях за совершение тех или иных. — Ну, скажите, а их вообще сложно выявлять? Я имею в виду органами прокуратуры. Либо это вот очевидно, все налицо, или все-таки это заставляет привлекать какие-то дополнительные ресурсы, и не всегда в том числе и человеческие? — Человеческие, как правило, у нас привлекаются. Но говорить о том, что выявлять нарушения это очень легко, нет. Мы сказать так, увы, не можем, поскольку в прокуратуре работают квалифицированные кадры, которые знают приоритеты в работе и, соответственно, отдают всех себя на работе. И выявление нарушений, ну, это, скажем, дело их жизни, мне кажется. — Да. Ну, а если все-таки говорить по срокам, от момента подачи заявлений, жалобы жителей, скажем так, до момента проверки и выявления нарушений, и уже до решения суда, проходит большое количество времени, либо все-таки вы стараетесь минимизировать в том числе и временные затраты? — Безусловно, защита прав граждан является приоритетом прокуратуры района. В связи с чем сроки рассмотрения обращения у нас предусмотрены приказом, увы, 30-дневным сроком у нас все ограничено, мы стараемся не допускать и не доводить 30-дневных сроков, и, как правило, в 15-дневный срок уже принимаются исчерпывающие меры укропского реагирования, направленные на защиту прав. И в последующем направлении ответа. — А вы можете привести какие-то конкретные примеры, чтобы нашим уважаемым телезрителям было понятно принципы и способ вашей работы? — Ну, если говорить, так скажем, перейти на просто как у нас все это происходит, да, конечно, безусловно. Когда поступает к нам обращение, как правило, регистрируется он в тот же день, после чего прокурор принимает решение о ответственном должностном лице. Как правило, должностное лицо прям незамедлительно направляет запросы по указанному вопросу. Можно сказать, из одной из последних, так скажем, надлежащих рассмотренных и принятых мер прокурорского реагирования по обращению — это нарушение требований 59-го федерального закона, где мы выявили нарушение в деятельности одной из ресурсонабжающих организаций, в связи с чем мы рассмотрели обращение, признали, так скажем, выявили нарушение в деятельности, несоблюдение сроков и принятие решения по этому обращению, в связи с чем внесли представление. Кроме того, должностное лицо было привлечено к административной ответственности по статье 5.59 КОАП РФ. И назначено реальное наказание в виде штрафа — 5000 рублей. — Но решение наверняка проблемы, ведь именно этого ждут жители, когда обращаются в прокуратуру, чтобы их вопрос был решен в их пользу, если, конечно, правовая составляющая на их стороне. — Безусловно, это так. — Ну что же, все-таки хотелось бы спросить вас, какие меры реагирования в целом, вот в указанной сфере, мы сегодня говорили о реализации национальных проектов, должны быть и могут быть применены со стороны прокуратуры вот к конкретным должностным лицам, к органам местного самоуправления, ну и, конечно, к государственной власти. — Как правило, принимаются меры реагирования в виде внесения представлений, объявления предостережения о недопустимости правонарушения и составления и направления для рассмотрения в полномоченный орган делал об административном правонарушении. При этом в сфере национальных проектов бывает такое, что орган местного самоуправления принимает нормативные правовые акты в ходе мониторинга, опять же, в том числе и на уровне субъекта. После выявления тех или иных нарушений, если это касаемо уровня района, приносится протест на незаконный правовый акт, и в последующем он корректируется с учетом выявленных замечаний. Если мы выявляем нарушения на уровне субъекта, готовим информацию в прокуратуру области и направляем для сведений принятие мер. — Если мы с вами говорили о некачественной работе подрядных организаций, ну, к примеру, сейчас возьмем ТАЦ-проект «Безопасные качественные автомобильные дороги», и если подрядная организация нарушила сроки или некачественно предоставила услугу, скажите, а ведется, может быть, в прокуратуре какой-то рейтинг, где вот эти недобросовестные компании, которые были, у которых были выявлены нарушения и к которым вы выносили представления, чтобы их увидеть, ну и, соответственно, к ним не обращаться, их не нанимать? — Не могу я сказать о том, что у нас ведется такой рейтинг, ввиду того, что его просто-попросто нет, ну, а те организации, которые злостно не исполняют требования, ну, решение принимается, увы, заказчикам, ну, вместе с тем надзорное сопровождение мы обеспечиваем пристально за нерадивыми, так скажем, подрядами организациями. — Уже потом, в дальнейшем, да? — В дальнейшем, конечно. — Если они встречаются и они на слуху. — Ну, конечно. — Ну, хорошо. Какие наставления вы могли бы дать студентам, которые поступают сейчас, ну и поступили уже, да, учебный год начался, для получения высшего юридического образования в учебное заведение Самарской области, вот, рекомендовали бы вы им службу в прокуратуре? — Безусловно, принимает выбор для себя каждый. Приоритеты в жизни мы расставляем, будучи студентами. — Работа в прокуратуре как района, субъекта, она непростая. Мы выбираем по зову души, так скажем. И если мы выбрали, мы стараемся этого придерживаться до, так скажем, заслуженной пенсии. Но студентам я бы рекомендовал, если вы действительно патриот своей страны, который нацелен на то, чтобы был порядок, в первую очередь прокурор обеспечивает порядок именно неукоснительного соблюдения требований закона. Если вы считаете это приоритетом в своей работе, органы прокуратуры именно для вас. — Вы чуть-чуть не оговорились о жизни и работе, то есть ваш личный опыт, я так понимаю, что работа приравнивается, да, к жизни. Расскажите, почему вы выбрали именно эту профессию и пошли работать в органы прокуратуры? — Ну, потому что моя активная жизненная позиция сводила, чтобы бороться с несправедливостью, так скажем, неточностью. И для себя я именно выбрал приоритет работы в органах прокуратуры, что здесь мы работаем во благо людей, так скажем, приоритетно отдаем справедливости, поскольку в тех или иных ситуациях именно за нами остается слово. И поставить точку именно у нас получается. — Личные достижения какие-то в профессии можете уже озвучить? — Я бы не стал себя хвалить на камеру. — Да? Ну и, наверное, последний вопрос, который задам я сегодня в программе, это, наверное, давайте озвучим организационные моменты. А каким образом вы принимаете, как это сделать лучше, удобнее, написать через соцсети, либо прийти лично на прием к прокурору? Ну и все-таки те вопросы, с которыми граждане обращаются в прокуратуру, они на сегодня действительно больные, актуальные, своевременные? — Так скажем, обращение граждан — это, так скажем, пульс нашего времени. И в соответствии с учетом, конечно, поступающих обращений, в том числе и организуется надзорная деятельность прокуратуры района. По интересующимся вопросам трудоустройства, отдел кадров прокуратуры области работает, принимается решение о зачислении и незачислении именно там. Кроме того, у нас очень активно реализуется институт, так скажем, общественного помощника, когда в прокуратуру района приходит тот или иной студент, начинает, так скажем, помогать действующим оперативным сотрудникам, которые, так скажем, вводят его в профессию, и он для себя понимает, нужно ли связывать свою судьбу с органами прокуратуры или нет. — Вы, наверное, сейчас имеете в виду еще и наставничество? — Конечно, безусловно. У нас как реализуется институт наставничество в прокуратуре, так и студенты, приходящие на практику. И в последующем у нас буквально два студента, если говорить про начало года, остались и стали общественными помощниками, ходят, помогают, осуществляют текущее, так скажем, сопровождение оперативных работников. Опять же, не просто так нужно собрать определенный перечень документов для того, чтобы быть, так скажем, общественным помощником в прокуратуре района. — Ну что ж, наше время подошло к концу. Я благодарю вас за участие в программе. Ну и по традиции хочу предоставить вам небольшое заключительное слово, чтобы вы хотели пожелать жителям именно Ленинского района. И скажите, если случилось несчастье, если есть проблема, стоит ли все-таки идти в прокуратуру? — Безусловно, прокурор всегда примет, выслушает и направит, либо разрешит ситуацию, сложившуюся ту или иную в жизни каждого гражданина. Прием в прокуратуру района осуществляется ежедневно, в том числе и прокурором Ленинского района и заместителями. Кроме того, оперативные сотрудники также вправе принимать, но вместе с тем ни одно обращение не останется без внимания, поскольку требования и потребности жителей у нас в приоритете. — Ну это, наверное, можно приравнять еще и к обращению. — Совершенно правильно. — Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Всего хорошего. До свидания.